На библейский портал Экзегет поступил вопрос, нужно ли перед смертью исповедовать грехи за всю прожитую жизнь. Исповедь за всю жизнь называется генеральной исповедью. Есть такая практика, когда человек говорит своему духовнику или просто священнику о желании поисповедоваться с самого детства. Потому что одни грехи говорил одному священнику, другие другому, потом нашёл себе духовника и уже хочет окормляться у этого пастыря. И есть такое у многих желание, чтобы твой духовник знал про тебя всё. Я сам многократно такие исповеди принимал, иногда это нужно полчаса, даже час. Обычно это делается после службы. Но когда человек всё это выплеснет, из своей души всё это исторгнет, после этого наступает необыкновенное облегчение. Ты вот очистился. Если подобная исповедь проводилась, то в момент кончины, когда человек уже отходит, наверное, не надо повторять грехи. Вообще повторение греха говорит о неверии в милосердие Божией. Есть грех, который исповедан и который повторён. Например, человек каялся в сквернословии. И потом снова после исповеди ругался матом. Значит, надо повторять исповедь. Или обещал, что не будет выпивать. Сорвался, опять стал злоупотреблять алкоголем. Опять иди кайся. Ну и так далее. Но если будет у нас с вами такая благодатная возможность перед смертью пригласить себе священника, наверное, мы будем лежать на кровати, а он будет стоять или сидеть рядом с нами. Конечно, в этот момент надо помолиться Господу, чтобы Господь нам открыл ещё раз всю нашу жизнь. Чтобы он дал нам эту память о наших грехах. Чтобы мы, может быть, ещё раз проговорили, но не в подробностях, те детали, которые мы исповедовали, а в целом, что мы были неблагодарными, невнимательными, злыми, неверующими, обижали, провали. Не было чистоты в сердце. То есть вот такая вот... Ну действительно это всё так. Сколько ни кайся, а плодов-то очень мало. Их почти нет. Кто из нас может сказать, что он научился какой-то добродетели? Недавно мы читали Евангелие про юношу, который подошёл к Спасителю с вопросом, что мне сделать доброго, учитель, чтобы иметь жизнь вечную. Господь сказал, хочешь пойти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Юноша ответил, я всё это сохраню, ну и перечисляй там эти. Не убивай, не любодействуй, не кради. И в ответ юноша говорит, я всё это исполнил от юности моей, чего ещё не достаёт мне. Вот такой, я бы сказал, безумный ответ. Нельзя исполнить Божию заповедь, потому что она бездонная. Никакую заповедь нельзя человеку выполнить полностью. Например, не укради. Да, он, может быть, не воровал деньги, но ведь можно украсть время у человека. Можно украсть силы. И другое дело, как ты ответственно глубоко эту заповедь продумываешь, переживаешь. Так что в течение жизни каемся, ходим на испыть чаще. Вот мой, например, первый духовник, протели Геннадий Агрызков, меня приучил исповедоваться еженедельно. То есть каждое воскресенье. Потом я, когда учился в Лавре, в Московской духовной академии, я видел, что эта практика, она активно используется в монастыре. То есть каждую субботу духовники проводят испыть братья. То есть раз в неделю большинство монахов исповедуются. Но нам никто не мешает прийти раз в недельку на испыть две-три минуты. Всё. За неделю мы много всего наделаем, накосячим, нагрешим. Не надо ходить с этой тяжестью, с этой грязью, с этой совестью, которая тебя обличает. Ну зачем? Иди в больницу. Не уходи, не получив отсталение. И тогда, если ты в течение жизни регулярно понуждал себя на испыть, на покаяние, уже в час смерти всё-таки твоя совесть будет чистая. И ты только как бы подведёшь итог. Ты скажешь словами святых отцов, я старался, как мог, но был слаб, многое не получилось. Поэтому, Господи, прости меня и помяни во Царстве Твоём, как вот разбойник благоразумный, который вместе со Христом страдал на кресте. И только за вот этот вопль покаянный он был прощён и наследовал Царство Небесное. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok